Однажды в краю цветов жил-был прекрасный принц. После долгих лет, долгие годы, этот принц был одиноким чудовищем, а потом встретил любовь своей жизни, красавицу. И теперь они с красавицей счастливо жили-поживали в своем замке. Однажды за ужином красавице в голову пришла мысль. «Ричард, ты сказал мне, что превратился в чудовище из-за страшного заклинания. Кто мог сделать такое, такому доброму человеку, как ты?» «Дорогая красавица, это долгая история». Тогда принц рассказал красавице, что же с ним произошло. Он рассказал, что когда он был ребенком, он был одинок и ни с кем не хотел разговаривать, потому что у него на лице были красные пятна. И он дурно со всеми обращался. Он был настолько сердитым, что никто даже не хотел подходить к нему. Однажды стало ясно, что причиной его красных пятен были цветы роз в его комнате. Услышав это, красавица была сбита с толку, но с любопытством продолжила слушать принца. «Ни один целитель не мог найти лекарства от этих пятен. И раз я не мог приближаться к розам, я запретил розовые сады по всей стране». Но однажды принцу доложили, что в глубине леса жила ведьма. И в саду ведьмы было море роз. Узнав это, принц стал очень зол. Он хотел уничтожить и розы, и ведьму, которая пошла против его воли. Он собрал солдат и отправился в путь к дому ведьмы. Ведьма-роза и в самом деле жила в замке, окруженном розовыми садами. «Мурмур, уйди из-под ног! Скоро моя красота угаснет! Мне нужно сейчас же набрать роз!» На самом деле, ведьма-роза была очень уродливой. У нее был длиннющий нос и бородавки по всему лицу. Ранним утром она собирала розы в своем саду и быстро возвращалась с ними домой. Она делала из лепестков роз крем и наносила его себе на лицо. При этом она произносила волшебные слова и становилась красивой. Ее черные, грязные, всклокоченные волосы становились длинными и гладкими. «О, мои дорогие розы! Что бы я без вас сделала?» «Роза, моя леди! Я думаю, кто-то приближается к нашему замку!» «Тихо, Мурмур! Я любуюсь своей красотой в зеркале, а ты меня отвлекаешь!» Принц Ричард и его солдаты наконец прибыли к замку ведьмы. Когда принц издали увидел розы, у него стало резать глаза. «Принесите мне мой специальный защитный костюм сейчас же!» Пока принц надевал свой специальный костюм, солдат открыл ворота сада. Затем принц, а за ним солдаты, ворвались в розовый сад. Принц Ричард стал охапками срывать розы. Так, что повсюду в воздухе летали лепестки роз. «Ты идешь против меня, а? Я уничтожу не только тебя, но и твой мерзкий сад! Ты мерзкая ведьма!» В то время, как кот ведьмы Розы Мурмур лениво дремал у окна, он вдруг проснулся и увидел, что произошло. Он сразу же побежал к Розе, которая расчесывала свои прекрасные волосы перед зеркалом. «Розы! Твои розы пропали! Быстро выгляни в окно!» «Что ты там опять говоришь, Мурмур?» «Солдаты! Они рвут розы! Мяу!» Ведьма поспешила к окну. Она увидела, как человек в доспехах и его солдаты рвут розы в ее саду. «Нет! Мои розы! Что вы делаете с моими розами? Кто вы такие?» Солдаты остановились и посмотрели на ведьму в окне. Но они увидели женщину, чьи развивающиеся на ветру волосы заставили забыть их обо всем от ее красоты. Солдаты были так поражены красотой ведьмы, что перестали рвать цветы. А принц продолжал срывать розы, не заметив ведьму в окне. В этот момент перчатка принца порвалась, зацепившись за огромный шип розы. Его рука тут же стала чесаться и покраснела. В панике принц попытался выбежать из сада, но он споткнулся и упал на землю. Когда он упал, тяжелый шлем слетел с его головы. «Ааа! Моя маска! Ааа! Мои глаза! Помогите! Моя кожа горит огнем!» В этот момент посреди сада появилась ведьма. Она с грустью посмотрела на почти уничтоженный розовый сад. Она так рассердилась, что ей больше не быть красивой, что магический эффект ее заклинания рассеялся, и она снова стала собой уродливой ведьмой. «Отнесите своего принца ко мне в замок, а затем немедленно покиньте его!» «А не то я всех вас превращу в лягушек и заточу вас в болоте!» Солдаты выполнили приказ ведьмы. Когда принц открыл глаза, он был в мрачной комнате. «Эй! Тут кто-нибудь есть? Что происходит?» Рассерженная ведьма Роза вошла в комнату. «Пожалуйста, помоги! Мои руки! Мое лицо! Это ужасно! Ни одна принцесса не женится на мне таком!» «Нет! Ты очень эгоистичный человек! Никто тебя не полюбит! Знай, ты заплатишь за это! Пока ты не найдешь настоящую любовь, ты будешь одиноким чудовищем!» Ведьма облила принца зельем и превратила его в уродливое чудовище! «Это результат твоего высокомерия, принц! Отныне ты будешь мне служить! А сейчас возвращайся в свой замок и выращивай розы вечно!» Принц вернулся в свой дворец в виде чудовища. Увидев его в таком виде, все придворные сбежали в страхе. Даже его родители покинули его. Розы больше не доставляли неприятностей принцу Ричарду. Но в огромном дворце он был совершенно один одиноким чудовищем. Он днями и ночами ухаживал за розами в саду, пока не появилась красавица. «Такая история, красавица! Из-за того, что ты полюбила меня, полюбила всем сердцем, заклинания ведьмы Розы прекратились!» «О, мой дорогой принц, какая грустная история! Но теперь, когда заклятие сброшено, о, что же будет с розами в саду?» Принц Ричард и красавица услышали странный шуршащий шум. Они тут же побежали к окну и посмотрели на розовый сад. Среди роз они увидели черную тень с фиолетовым сиянием. «Ни ты, ни розы не избавитесь от меня, принц! Я буду вечно вас проклинать!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Принц и красавица уже поняли, что нет ничего более ценного, чем любовь. Но для ведьмы Розы понять это было невозможно.